Здравствуйте, уважаемые коллеги! Давайте начинать наш вебинар. Мы рады приветствовать на нашем онлайн-марафоне. У нас четвёртое событие в ходе нашего онлайн-марафона «Ситуация неопределённости, самопознание и поиск точек роста». С вами сегодня Ножичкина Лариса Владимировна, медиатор, арт-терапевт, психолог, и Носова Лариса Викторовна, психолог, медиатор, преподаватель нашей кафедры. И я, Наталья Николаевна Шевелёва. Итак, «Ситуация неопределённости, самопознание и поиск точек роста». Совсем недавно мы оказались в такой ситуации, вы согласитесь, коллеги, и такие ситуации в нашей жизни бывали не один раз. Как познать себя и найти точку роста для познания, для развития, для сохранения своего психологического здоровья? Сегодня мы приготовили вам сюрпризы, приготовили практически упражнения, поэтому подключайтесь к нашему взаимодействию, мы будем только рады. Лариса Владимировна, тогда вам слово. Не слышно, Лариса Владимировна, микрофон включите. Все, слышно хорошо. Уважаемые коллеги, еще раз здравствуйте. Я сейчас вот появилась у нас Лариса Викторовна, она у нас должна была вслед идти с Натальей Николаевной, она сейчас плавненько пойдёт. Единственное, что сейчас Наталья Николаевна сказала о том, что мы в таких ситуациях бывали не раз, с чем позволить... что происходит в нашей жизни, в частной и в мире, она экстраординарная. Иногда даже некоторые люди связывают её с фантастическим фильмом. Поэтому у нас сегодня будет очень интересный разговор, действительно очень интересный. Он будет касаться и самопознания, и в том, как вести себя в ситуации неопределённости. Мы поговорим с вами, что такое ситуация неопределённости. Сделаем такое погружение. И начнёт у нас Лариса Викторовна. Лариса Викторовна, пожалуйста. Да, с удовольствием, коллеги. Здравствуйте. Тема у нас сегодня непростая. И сразу хочу вас попросить. Я надеюсь, что у нас аудитория уже сформировалась, и многие пришли к нам в первый раз. Мы очень рады вас видеть. И сегодня у нас будет необычный вебинар. Он будет по темпу чуть менее интенсивный. Но тем не менее он очень-очень важный. Пожалуйста, даже если вам покажется в какой-то момент то, что как бы не слишком активно что-то происходит, всё равно задержитесь. Вам понадобится лист бумаги и карандаш, любой там, или ручка, для того, чтобы выполнить упражнение, которое будет направлено именно на цель нашего вебинара. И для начала я попрошу Ларису Владимировну мне полистать слайды, если не сложно, да? Да-да. И вначале небольшое как бы выступление. У нас, как обычно, будут меняться спикеры. И я надеюсь, что будет интересно. А то, что полезно будет, в этом я просто не сомневаюсь. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд перевернуйте мне? Угу. Очень рекомендую и сброшу вам обязательно в чат ссылку на статью Александра Григорьевича «Осмолова», где он переосмысливает тоже современную ситуацию и выделяет три ключевых дефицита. Мы сильно долго останавливаться на этом не будем, но тем не менее посмотрите на слайд. И действительно наша современная ситуация, она отражает вот эти три ключевых дефицита. Вот эта ситуация новая для нас, да? Потому что дефициты смысла, дефициты понимания, дефициты доверия друг к другу, я думаю, что ощущает каждый из нас. Следующий слайд, пожалуйста. Но тем не менее в этой ситуации надо как-то жить, развиваться. И вот на слайде выведены особенности, вернее, это не особенности, это факты нашей реальной жизни, которые с нами происходили в нашей стране, в ситуации локдауна, в ситуации пандемии, карантина. И это не только российская проблема, это общемировая проблема, меняется все человечество. И перед вами некоторые факты. Итак, на карантине находилось треть населения всей планеты. На минуточку это 2,6 миллиарда человек. Количество случаев домашнего насилия выросло во всем мире. В частности, в России домашнее насилие выросло более чем в два раза. В принципе, это объяснимо. Потому что действительно в условиях депривации, в условиях того, что на одной небольшой территории часто все работали, жили одновременно. И как бы это все равно создавало, ну, это создавало конфликтные ситуации. Признаки депрессии во время пандемии появились практически у каждого третьего россиянина. А у каждого четвертого жителя России отмечали симптомы тревожного расстройства. При этом во всей России было создано очень много горячих линий. Практически в каждой школе. Не знаю, как у вас. Если несложно, напишите, поставьте плюсики. Была ли у вас в школе создана горячая линия или какие-то часы приема психолога, для того, чтобы к нему можно было обратиться, написать письмо, поговорить. Вот в той ситуации, в которой мы оказались в 2020 году. Ну, очень много появилось горячих линий, для того, чтобы у населения в случае сложной вот этой обстановки была возможность обратиться бесплатно в любое время к психологу. Тем не менее, специалисты говорят такую простую вещь, что всплеска обращений не зафиксирована. Люди как-то научились справляться, видимо, с ситуацией по-своему. И вот я привожу еще один факт, что продажи алкоголя в Москве выросли на 30%. Видимо, частично это объясняет то, что как бы люди не обращались к психологу, а обращались к традиционным формам саморегуляции. Но, тем не менее, это тоже факт, к чему я вывела на слайд вот эти факты. Дело в том, что стресс имеет отсроченные последствия. И то, что не отреагировано, так или иначе проявится. И специалисты говорят о том, что вот эта ситуация пандемии, когда мы были вынуждены сидеть дома и работать на дому, это стрессовая ситуация. Она была достаточно долгой, и она не может на нас влиять. То, что она как бы не отразилась именно на протяжении 2020 года, не значит еще, не говорит о том, что как бы это бесследно для нас прошло. Возможно, мы столкнемся с последствиями, и уже сталкиваемся сейчас. Потому что на самом деле мы меняемся, и нам тяжело. Давайте признаем это для того, чтобы как-то с этим работать. Следующий слайд, пожалуйста. Мы с вами все равно должны выходить, находить выходы из ситуации. Ларис Владимировна, следующий слайд. И сегодня мы, давайте переходить уже к практике, обратим внимание на себя, обратим внимание на то, что происходит с каждым из нас, для того, чтобы подкорректировать наши возможности. Следующий слайд, пожалуйста. Мы не знаем, когда это закончится, но мы можем прямо сейчас взять с вами ручку и карандаш и попробовать сделать одно хорошее упражнение. У меня к вам просьба. Даже если вы психолог и каждый день для себя работаете с колесом жизненного баланса, то минусы, вот сейчас все равно возьмите лист бумаги и нарисуйте. Это хорошее упражнение. Оно встречается достаточно широко в разных модификациях. Сегодня мы с вами будем делать простой вариант этого упражнения. Я предлагаю вам разделить круг на сектора. Вот как это сделано у меня. Здесь 8 секторов. У меня на слайде уже предложены варианты наполнения секторов. Это работа, семья, отдых, здоровье, друзья, саморазвитие, хобби, деньги. Вы можете поменять содержание колеса вашего жизненного баланса, потому что ваша жизнь – это ваша жизнь. И вы можете включить сюда все, что хотите. Может быть, если нет семьи, то отношения с партнером или дети отдельно вы выведите. Выведите ключевые сферы вашей жизни, которые вам предстоит потом оценить. Делайте легко. Долго не надо думать сейчас над этим упражнением. Доверьтесь интуиции. Сядьте поудобнее. И обозначьте сектора по тем жизненным важным структурам, которые вы хотите. Итак, определили сферы жизни, которые важны для вас. Теперь оцените уровень удовлетворенности каждой вот этой сферы на данный момент. Обратите внимание, от центра к периферии идут цифры. Они, в принципе, нам не важны. Можете интуитивно просто отмечать на оси, на радиусе точку, как бы вы оценили, допустим, сферу своей жизни, работы. Если вы недовольны работой, к примеру, да, совсем недовольны, то у вас будет отметка ближе к центру, да, там на уровне двойки или там, может быть, вообще это будет провалено. Если у вас все в порядке и прям вы работаете на работе вашей мечты, чего я всем желаю, да, то, конечно, это будет ближе к максимуму. И это замечательно. Дальше вы идете по другим сферам и точно так же отмечаете свои варианты. Вот мы с вами остановимся на втором пункте, но в целом потом вы можете проанализировать уровень отдельно полученных результатов. И вот если вы увидите, на слайде выведены пункты 3 и 4, но это уже вот сейчас мы это делать с вами не будем, но если вы захотите, вы всегда можете это проделать. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, следующий. У вас должно получиться по-разному, если вы... Следующий слайд, пожалуйста. Потом вы соединяете, естественно, точки на осях радиуса, и у вас получается какая-то такая вот картина. Вот, к примеру, это тоже вариант колеса баланса конкретного человека. Вот у него получилось так. Давайте просто посмотрим, и на примере потом вам будет легче проанализировать собственные результаты. Обратите внимание, что в целом, ну, здесь в плане здоровья, любви, все не так уж и плохо. И в целом абсолютно провальные какие-то сектора – это духовность, финансы, саморазвитие, которое включил себе человек в сферы своего жизненного колеса. И, естественно, это повод задуматься. То есть, вот глядя на эту картинку визуальную, мы можем подумать о том, а как сделать так, чтобы наша жизнь покатилась плавно и равномерно. Как вот выровнять это колесо баланса, как его сбалансировать. Ну, это такой повод для размышления хороший. Следующий слайд, пожалуйста. А вот эта техника, с которой я хочу с вами поделиться, можно ее использовать в продолжении колеса баланса, а можно использовать самостоятельно. Она взята из ориентированной на решение краткосрочной терапии, так называемой шкалирующей вопроса. Удивительная техника, очень простая. Мы с вами живем время, когда мы можем заимствовать техники из разных областей деятельности человека, то есть из менеджмента, да, какие-то успешные практики мы заимствуем у социологов, у психологов. И вот в ОРКТ есть такая техника шкалирующего вопроса. Она позволяет сделать уникальную вещь. Она проблемную ситуацию может, проблемное состояние сделать измеряемым и изменяемым. В чем здесь смысл? Вот, к примеру, на шкале здоровья у вас получился какой-то небольшой там совсем результат. Допустим, двойку вы отметили. Вы берете эту шкалу, и понятно, что ноль – это когда вот вообще все плохо, все ужасно, все прям отвратительно. Десятка – это то, к чему надо стремиться, и здорово тоже, если вы это проговорите для себя. То есть какой вот образ вы видите максимально полезным и хорошим для себя. Соответственно, сейчас вы не на десятке, ну, не знаю, может быть, ближе к нуле, и вы ставите точку опять, ну, если учитывать и те от предыдущего упражнения, то у вас эта точка уже стоит. И вот дальше в ОРКТ предусматривается, что вы проговариваете точку «good enough» достаточно хорошо. Это тоже важный этап для того, чтобы реалистичные цирки надежды были. И вот изюминка этой шкалирующей методики в том, что вам не предлагается сразу перескакивать там с двойки на десятку, а вас спрашивают, а что надо сделать, чтобы ваша проблема, связанная со здоровьем, улучшилась с двойки на двойку и одну десятку. Вот какой крохотный шажочек, да, можно сделать для того, чтобы чуть сдвинуть ваше состояние. И вот это очень здорово работает, поверьте мне, потому что когда мы замахиваемся надалеко как бы идущие цели и задачи, то это тяжело. А если мы спрашиваем, а вот как мне изменить свое настроение чуть-чуть, чтобы оно было не отвратительно, а ну там просто ужасно, допустим, да, а оказывается мне для этого надо просто налить чашку кофе, так, к примеру. Или там, а как сделать так, чтобы у меня было не 0,5, а 0,9, а мне надо позвонить там своему другу, к примеру. И вот так вот пошагово, изменяя свое состояние, изменяя состояние той проблемы, которую вы выберете для этого упражнения, можно очень здорово работать. Вообще теория маленьких шагов, она очень хороша. И при работе с депрессиями, и при работе с тревогой, и при работе с долгосрочными, в том числе и целями. Обратите внимание, что дети, они тоже, вот они, им сложно работать с долгосрочными проектами. Как только вы начинаете разбивать на крохотные такие кусочки, все становится, все упрощается. Вот такая техника коллегии. Если есть какие-то вопросы, задайте их. Если нет, то мы переходим дальше. Можете использовать, вот прям очень хороший инструмент, он универсальный, и на самом деле он требует там иногда несколько минут. Вы поняли, осознали, что с вами что-то не так. Если это не глобальная проблема, то вот прям тут же можно это чуть сдвинуть, чуть изменить. Спасибо большое. Вот Наталья пишет, что интересно и в целом понятно. Да, спасибо. Я к вам вернусь еще в конце. А сейчас, Лариса Владимировна, вам слово. Да, спасибо. Спасибо. Лариса Викторовна, большое спасибо. Я уже даже вот для себя что-то ценное увидела. Все, что вы сейчас рассказали, я с интересом прослушала и даже проделала. Вот. И некоторый терапевтический эффект я уже чувствую на лицо. Ой, я так рада. Сейчас, конечно, это вообще прям сразу здорово. Спасибо большое. Спасибо. Мы будем с вами, уважаемые коллеги, говорить о самопознании и о ресурсах, и о нахождении точек опоры в ситуации неопределенности. Поскольку вот сейчас Лариса Викторовна совершенно объективно рассказала о том, что случилось у нас в последнее время. И в самом начале я говорила о том, что во всем мире такая ситуация очень сложная, похожа на, скажем так, на такой фантастический фильм. Поэтому вот эта вот неопределенность, которую испытал каждый из нас буквально на своем примере. Когда это произошло? Это произошло с людьми в разное время пандемии. Да, вот если мы сейчас отметим свои ощущения, вот вспомним себя, как мы это пережили, то становится понятным, что очень многое в нашей жизни изменилось. От страха, растерянности, да, от уверенности, наоборот, к неуверенности, от каких-то, может быть, даже от переоценки ценностей, когда мы переживали за своих близких, родственников. И так далее. До осознания себя, как Личности в мире, даже в целом, скажем так, в таком глобальном плане. Поэтому, конечно, ситуация очень сложная и продолжается она сейчас. И эту ситуацию обычно называется ситуацией неопределенности. Почему? Потому что я не знаю, честно говоря, как сложится следующий день. Мы в таком режиме прожили с вами целый практически год, да. Я не знаю, что я буду предпринимать. Я не знаю, как сложится моя работа. Некоторые люди, к сожалению, потеряли работу, да. Некоторые люди потеряли здоровье. И по объективным совершенно причинам они не смогли продолжить те модели, например, поведения, те модели жизни, которые им были привычны. Люди очень сильно переживали, что им невозможно выйти, например, на улицу, да. И до сих пор, когда мы с вами попадаем в общественные места, мы чувствуем определенное напряжение, особенно в мегаполисе. И вот когда человек не видит, что его ждет дальше, это очень и очень сложно. Потому что для каждого человека, если мы даже вспомним психологию управления, психологии личности, очень важно видеть перспективу и очень важно видеть, в чем он может быть самореализован. Поэтому как устоять в этой ситуации, как не сломаться? Честно говоря, я знаю очень много уже в своем окружении коллег, которые либо потеряли работу, да, либо в силу там различных причин, либо они говорят о том, что они себя плохо чувствуют и не могут продолжать дальше работать в таком же темпе, в котором они работали до этого. То есть практически не знаешь ни одного человека, который бы не пережил какие-то очень сложные чувства. И когда очень интересно, и люди начинают скрывать свои переживания, и когда ты узнаешь вот к концу года пандемии о том, что твои коллеги, оказывается, болели, а ты не знал об этом, и когда ты говоришь им о том, что почему же вы не сказали, что вам было так сложно, что вы болели, и человек говорит с таким чувством вины, вы знаете, а, собственно говоря, хвастаться-то нечем, да. И здесь и страх, как тебя воспримут, да, и страх за себя, за свое здоровье, за своих близких, и главное, как примет тебя социум после того, как ты, в общем-то, заболел или что-то с тобой случилось, ты как-то изменился. Конечно же, каждая ситуация, вот такая вот неопределенность, и она порождает определенный стресс, да. Стресс может быть вызван различными факторами, да, может выступать в различных комбинациях, может вызывать и вызывает очень сильные эмоции. И как совершенно справедливо Лариса Викторовна сказала, что во время пандемии вот в этой ситуации неопределенности очень многие люди испытали, вернее, были подвержены депрессивным состояниям, что очень отрицательно сказалось на том, как они переживали, скажем так, вот это вот все время. И переживают, честно говоря, до сих пор. Мы с вами, когда говорим о причинах стресса, мы говорим с вами о физиологических стрессах, да, это когда что-то случается с нами извне, или, может быть, что-то случается с нашим физическим здоровьем. И, конечно же, психологические, информационные, эмоциональные. Все мы с вами в это время пережили и физиологический стресс, и информационный, и эмоциональный. И вот от этого состояния, это состояние необходимо пережить и найти в себе ресурсы и возможности для продолжения дальнейшей работы, жизни, самореализации. То, без чего человек жить, собственно говоря, не может. Если мы говорим о стрессе, то мы говорим о том, конечно же, должны сказать о том, что есть и как положительный стресс, да, так и отрицательный стресс. То есть вот для кого-то, может быть, для какой-то части людей вот этот вот стресс, да, вот эта вот сложная, шокирующая ситуация, она, может быть, мобилизовала организм, может быть, она позволила даже сделать какие-то шаги к собственной даже самореализации. Вы знаете, вот очень интересные были истории в социальных сетях, и одна из историй меня очень удивила, когда достаточно молодой, очень молодой и достаточно состоятельный менеджер, да, устроился развозить еду по домам, да, устроился вот таким вот курьером. Он сказал, во-первых, о том, что я хочу как бы физически двигаться, я дома сидеть не могу, вот, а второе, я начал личностно расти, потому что я попал, вышел из, скажем так, комфортных обстоятельств, казалось бы, в кавычках, да, и вышел на улицу, вышел к людям и почувствовал свою важность, свою значимость и так далее. Но такие поступки, конечно же, на такой вот выход из стресса, который мобилизует, и организм мобилизует психологические силы и тем самым ведет к личностному росту, конечно же, к сожалению, способны не все мы. И дистресс, конечно, отрицательный стресс, который дезорганизует деятельность, то есть, когда стрессовая ситуация длится достаточно долго, человек устает, организм устает, психика устает и начинает сопротивляться этому стрессу. Сейчас мы с вами выполним такую замечательную технику, техника называется саммониторинг. Так, сейчас я посмотрю, смогу ли я. Так, получается, мне нравится. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Подумаем о том, есть ли у нас вкладочки на лбу, около глаз, около носа и лбу. А теперь мы делаем плавный вдох и плавный вдох. И фиксируем свое, свою нюх, как мы его сейчас с вами представляем. Подумаем о том, какой у нас сейчас тонус мышц в лицах, да? А теперь подумаем о том, какой у нас тонус мышц во всем теле. И попробуем так же расслабить плечи, спины, руки и все тело, на кушечке до самых лапочек. Это сложно, но невозможно. Делаем еще раз вдох и медленный, медленный выход. Давайте подумаем о том, какой у нас сейчас тонус мышц в лицах. Мы очень редко думаем о том, что происходит с нашим телом. Мы очень заботимся о своих детях, заботимся об их здоровье, но мы совершенно не заботимся о нас самих. Мы не заботимся очень часто о своем питании, не заботимся о своем настроении, о своем физическом состоянии. Давайте сейчас подумаем о себе, о своем теле. И попытаемся расслабить каждую мышцу, каждый пальчик, каждую клеточку. А теперь подумайте, какое у вас это состояние? Свободное ли оно? Что-то вам мешает? Или может быть вы чувствуете себя хорошо? Попробуйте сделать еще раз плавный ток и медленный выход. А теперь давайте подумаем, какие, зафиксируем, какие сейчас нас посетили мысли, о чем мы подумаем. Если нам удалось расслабиться полностью, то очень часто возникают разные открытия. или может быть какие-то интересные мысли открываются под сознанием, и мы лучше можем чувствовать и свои потребности, и свои возможности. Подумаем о том, какие мы испытываем в данный момент эмоции. О чем бы нам хотелось подумать? Что бы нам хотелось запомнить? Какую часть тела мы сейчас ощущаем лучше? Где мы чувствуем себя комфортно? А где у нас еще есть какое-то напряжение? За оставшийся прагмент музыки я вам предлагаю просто посидеть, отдохнуть, подышать и просто подумать. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звука нет, Лариса Владимировна. Включите звук. Важно, не слышно. Извините, я сама как-то проникаюсь, да, потому что на самом деле вот эта вот музыка, да, и терапия, она очень глубокая, и онлайн пока еще не очень получается. Нет, мне кажется, получается, да. Да, поэтому, вы знаете, вот такое расслабление под музыку. Вот сейчас мы с вами там дышали и говорили, и думали, и глаза закрывали, и слушали музыку, ну, вот буквально 4 минуты, да. Ну, вот кому удалось погрузиться в себя, тот увидел какие-то определенные эффекты. Я вам предлагаю, если вам сейчас это не удалось, включить какую-то инструментальную музыку, попробовать сделать небольшие дыхательные упражнения, и вот задать себе такие же вопросы, которые я вам сегодня предложила. Примерно такие же вопросы. И просто отвлечься от суеты, от того мира, от той нагрузки информационной колоссальной, которая сейчас у нас с вами существует. Сейчас я вам предлагаю вот такое вот очень интересное упражнение. Накидайте, пожалуйста, в чат. Вот все знают, наверное, что такое психологический ресурс. Вот накидайте, пожалуйста, в чат, что является для вас ресурсом вот в какой-то сложной жизненной ситуации. Ну, например, вот, и так бы на пару часов. Да, действительно, но это было бы вообще здорово. Накидайте, пожалуйста, ресурсы. То есть куда вы обращаетесь, чем вы пользуетесь, когда вам становится сложно. Рисование, чтение книг, да. Ещё какие есть ресурсы. Домашние животные и растения. Музыка, природа, обнимаю детей, театр. Да, действительно. Медитация, Светлана, замечательно, да. Медитация, замечательно. То, чем мы с вами сейчас немножечко позанимались. Игра на музыкальных инструментах, занятие вокалом, здорово. А вот попробуйте сейчас на бумажке написать вот эти вот все ресурсы свои, просто перечислить. Вязание, разгадывание кроссфордов. Попробуйте, сколько у вас ресурсов получится. Давайте я вас попрошу сейчас за две минутки написать быстро на бумажке и посчитать, сколько ресурсов мы с вами увидели. Сейчас у вас уже подсказочки в чате были некоторые, да. Может быть, они совпадают с вашим ощущением. Напишите, пожалуйста, вот в течение двух минуточек, какие ресурсы вы обычно используете. Посчитайте их. Две минуточки я сейчас засекаю. Инна вот пишет, что пишу дневник по утрам или слушаю музыку без слов под утренний кофе. Очень здорово. Так, восемь получилось, да, у кого-то? Даже меньше минутки прошло. На эти ресурсы нет времени. Владислав пишет, да, чтение книги. Восемь, семь, двенадцать, пятнадцать, да, десять, пять. Прогулка по лесу. Всех примерно одинаково. Но на самом деле очень мало времени прошло. Если бы я вам дала десять минут, то я думаю, что вы набрали бы гораздо больше ресурсов и цифра была бы гораздо выше. Восемь. Вот видите, все говорят, рисовании, да. Сказали о том, что времени не хватает. Вот сейчас мы с вами в ровно четыре минуты. И лучше, конечно, рассчитать своё время. Помните, как нам сегодня Лариса Викторовна говорила, для того, чтобы улучшить своё психологическое состояние, сделаем один шаг. Найдём 15 минут в день для того, чтобы подышать, послушать хорошую музыку, выпить чашечку кофе, прочесть любимую книгу, полистать любимый журнал. И так далее. Купить билеты на любимый спектакль. И так далее. Вообще, на самом деле, ресурсы – это очень важная вещь в жизни человека. Сейчас почему-то у меня не получается опять листать. Какие-то у нас проблемы. Сейчас попробуем. Следующая. Так, следующая. Какие-то технические сложности. Ага. На самом деле, вот посмотрите на этот слайд, и вы увидите, что ресурсов-то у нас гораздо больше. Если мы обратимся к этой табличке, то мы, например, можем сказать, что, например, ресурсы есть также и в стиле жизни, да, и в сне, и в питании, и в состоянии здоровья. Например, у меня хорошее здоровье – это ресурс, ресурс. У меня есть ценности и знания – это ресурс, ресурс. У меня есть навыки психологической регуляции, о которых вы сегодня уже мне написали в чате. Ресурс – ресурс. Материальные ресурсы, посмотрите. Условия проживания. Я живу в тёплом доме, в тёплой квартире. Ресурс, да? У меня есть электричество, а у кого-то его нет. У меня есть возможность восстановить свои силы, у меня есть отпуск и есть средства, да? Моя жизнь – безопасность. У меня есть семья. Или у меня есть время для самореализации. Или, например, такие ресурсы социальные, как государство, институты, компании и так далее. Эмоциональная поддержка близких. То есть на самом деле, если разобраться, то ресурсов можно найти очень и очень много. А главное – уметь их сохранять. Вот однажды один из психотерапевтов проводил такое упражнение и говорил, вот самый хороший ресурс – это ваш мобильный телефон. Вот он, мобильный телефон, да? В этом мобильном телефоне содержатся телефоны ваших друзей, знакомых и так далее. Почему так важен этот ресурс? Потому что в сложное время вы сможете всегда позвонить человеку и поговорить с ним, да? Услышать слова утешения или подпитаться какой-то энергией. Но вот этот ресурс обязательно нужно пополнять. Людей нельзя просто использовать, да? Людям тоже нужно отдавать своё время. Поэтому нужно знать, когда у них дни рождения. Нужно знать об особенностях их семьи, их занятиях, хобби, разных интересах и так далее. И тоже звонить и спрашивать, поздравлять с праздниками, пополнять всё время этот ресурс. Потому что если ресурс, например, дружеский, только использовать, то, соответственно, он может иссякнуть. Вот есть такая замечательная практика. Вы можете дома в спокойной обстановке написать себе 100 ресурсов. Вот попытаться написать себе 100 ресурсов. Вот с этой подсказочкой, которая сейчас здесь, да? 100 ресурсов написать прямо. Я оптимист, да? У меня замечательный темперамент. У меня очень хорошая полная семья. У меня много друзей, там 100 друзей и так далее. У меня есть жизненный опыт. Опыт преодоления подобных ситуаций и так далее, и так далее. Сложить это всё в коробочку, и как только вам станет очень сложно, начинать перечитывать эти ресурсы, и пересматривать, и черпать, так сказать, энергию от того, о чём вы знаете, и то, что у вас есть на самом деле в жизни, и об этом не забывать. Так, следующий слайд. Так, мне никак не получается. Надо сказать ещё вот о чём. Надо сказать о том, что творчество очень помогает преодолеть стрессовые ситуации. Каким образом, да? Творческий человек, он никогда не стоит на месте. Для творческого человека ситуация неопределённости или стрессовая ситуация является очень благодатной почвой для того, чтобы начать что-то новое. Изменить свою жизнь. Творческий человек очень часто стремится к преодолению каких-то сложных задач. Поэтому очень интересно, вы знаете, вот книга, которая называется «Десять заповедей творческой личности», основанная на творчестве Рериха, в которой даётся буквально десять заповедей, по которым живёт творческий человек. Я их сегодня вам дам для того, чтобы вы смогли, так сказать, пополнять свои ресурсы. Творческие люди менее подвержены стрессу и эмоциональному выгоранию. Может быть, кто-то мне полистает, у меня почему-то не получается, что-то случилось у меня. Михаил, можете мне полистать презентацию? А, вот. Творческие личности имеют большой жизненный опыт, обладают творческим потенциалом и очень полезны как на работе, так и в семье. Поэтому творческих личностей нужно лелеять и самому становиться творческим человеком. Вы сегодня написали о том, что вы рисуете, поёте, очень любите театр, и это очень замечательно. Это большой и незаменимый ресурс. Следующий слайд, пожалуйста. Михаил, переключите меня. Вот эти 10 заповедей творческого человека, которые необходимо запомнить и в себе, может быть, культивировать. Быть хозяином своей судьбы, достигать успеха в том, что ты любишь. Это идеально, да, с точки зрения человеческого капитала, чтобы твои потребности творческие совпадали с твоим занятием непосредственным. Вносить свой конструктивный вклад в общее дело, строить свои отношения с людьми на доверие. Это очень важно. Развивать свои творческие способности, культивировать в себе смелость, заботиться о своём здоровье, не терять веру в себя, стараться мыслить позитивно, сочетать материальное благополучие и духовное удовлетворение. Вот, конечно, если эти 10 заповедей читать и выполнять, то, наверное, мы бы были с вами абсолютно-абсолютно счастливыми людьми. И последний слайд, пожалуйста, Михаил. Последнее для вас такое приятное, скажем так, развлечение и приятное занятие. Я сейчас вам предлагаю прослушивание замечательную песню Павла Фахрудинова «Просто играй своё сердце». И прошу вас сейчас на своём листочке просто нарисовать своё сердце, как вы его видите, чем оно наполнено, и написать там, может быть, какие-то добрые и хорошие слова. Играй, не считая минуты, Просто играй свои ноты Не думай о том, почему ты Помни о том, для кого ты Пусть к первым тебя не причислят С тобой можно будет согреться Просто играй свои мысли Просто играй своё сердце Если играешь не с теми Не расставляй им оцена Проигрывай скучные тени Выигрывай каждый оттенок И законсервируй излишек Потом тебе это запишут Не важно, что кто-то не слышит Важно, что кто-то услышит Не важно, что кто-то не слышит Важно, что кто-то услышал Субтитры создавал DimaTorzok Пусть долго твой звук заперти был Играет и сможешь понять Мне страшно, что кто-то с фальшивен Он хоть попытался сыграть Играй, не считая минуты Просто играй свои ноты Не думай о том, почему ты Думай о том, для кого ты Не думай о том, почему ты Ты просто играй своё сердце Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Большое спасибо, коллеги, что мне ещё раз пришлось С вами вместе пережить эти минуты Потому что, действительно, нам очень мало Мы очень мало отводим времени на наши На самих себя И хочу большое сказать спасибо Да, песни в самые сердца Действительно, большое спасибо Спасибо моим коллегам, которые тоже занимаются Сходной тематикой Это Наталья Сергеева и Инна Шулепова Которые тоже разрабатывают такие тренинги И некоторые идеи были сегодня Их использованы Поэтому за прекрасный этот ресурс Спасибо большое моим коллегам Спасибо, коллеги, огромное Спасибо И я буду очень рада, если вам это чем-то помогло Спасибо Спасибо, Лариса Владимировна Спасибо, Лариса Владимировна Спасибо, Лариса Владимировна Если есть какие-то вопросы, напишите И можно ещё тоже как бы добавлю Иногда вот когда делаются упражнения на расслабление Если у вас уровень стресса уже достаточно высокий И там бэкграунд загруженный То бывает сложно расслабиться То есть вот не получается сесть в кресло Закрыть глаза и расслабиться Есть хорошая методика Прогрессивная мышечная релаксация Под Джекобсом Она работает И суть там в том, что после напряжения Сильно мы легче расслабиться То есть если мы напряжём руку Да, сильно-сильно-сильно несколько секунд То она потом сама расслабится И используя вот этот механизм Можно быстро научиться расслабляться Вот И я надеюсь, что у наших слушателей Всё это получится Лариса Викторовна, тогда вам слово Уважаемые коллеги Я вас очень прошу Ответить нам на вопрос Дмитрий Не показалось? Не показалось Лариса, ты нам можете ссылочку на этот ресурс? А он загружен А, ссылочку? Ссылочку, да, может быть тут из чата перейдёт Спасибо Пожалуйста, ответьте нам тогда на вопрос Он написан И нам будет очень интересно получить от вас обратную связь А пока вы отвечаете Я бы хотела тоже вам напомнить О том, что у нас много курсов И вот если кто-то был на втором нашем вебинаре Мы говорили о том, что Сложные переговоры вести И этому надо учиться очно И если вот есть среди наших слушателей Люди, которые живут в Москве И готовы по пятницам очно встречаться То мы готовы проводить семинары Они бесплатные И это такой клуб переговорщиков Мы вас будем стрессировать Очень мягко Да А потом так же мягко выводить Но уже на новый уровень Для того, чтобы человек Пробовал решать сложные кейсы И получил обратную связь Получил обратную связь Как он выглядит Как он стратегически ведёт себя И тактически И это очень интересно 29 апреля начинаем Клуб переговорщиков Мы сделаем рассылочку Всем участникам вебинара Мы приглашаем на этот клуб А ещё хотела сказать о том Что у нас будет проходить Следующая итерация 6 апреля В рамках нашего онлайн-марафона Наша замечательная Светлана Владимировна Гайченко Проведёт вебинар Кому доверяют наши дети Вот на мой взгляд Это очень важная тема И я думаю Она заинтересует Наверняка не только Педагогов Но и родителей Может быть будущих родителей Или те, которые имеют Детей именно сейчас Поэтому приходите На наш вебинар И 15 апреля Мы проводим тоже Ещё один вебинар В рамках марафона Киркупер Когда делиться властью полезно Делаем маленькую интригу Не открываем двери Приходите К нам на вебинар Мы вас ждём Вы можете ответить на вопрос Воспользовавшись QR-кодом Или ссылочкой Лариса Викторовна Ссылочку бросила в чате Вы можете по ней перейти Дать один Два или три ответа Нам очень важна Именно такая Обратная связь Лариса Викторовна Уже есть ответы? Да Сейчас Секундочку Вот От Анжелики Суждение Что она проводит Подобно Не только со старшеклассниками Но и с детьми Начальной школы Работает С терапевтическими Сказками Рисованием Обсуждением Детям очень нравится Замечательно Анжелика Что вы обучаете детей Именно таким умениям Навыкам Чтобы они Уже С маленького возраста Понимали Как это делать Многие взрослые Этого не умеют Замечательно Если наши дети Будут это уметь Угу И потом Сейчас Детям очень нужна Поддержка А вот Сказка терапии Вообще арт терапия Музыкальная терапия Драма терапия Она сейчас может решить Очень большие проблемы Вот Которые связаны С информатизацией У в обществе Да С большим объемом информации С теми Скажем так Стрессами Которые испытываем Не только мы на себе Но и наши дети Это очень здорово Развивает эмоциональную сферу Ребенка И Дает толчок Для его дальнейшего развития Есть там результат Лариса Да Есть Принтскрин Не работает У меня 100 ресурсов Новые факты Самопознание Быстрое восстановление Озарение Заповеди Творческой личности Восстановление Необходимо Кому-то Это Вот очень классный Вывод Прям поддерживаю Поиск Точек роста важен Релакс важен Способы расслабления Новые техники Странный вопрос Кто-то написал Ну да Знала 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 Колесо Наши Наши Мы поучаствовали Поучаствовали Сегодня Вебинарии Благодарны Коллегам Что они К нам пришли Спасибо Спасибо Здоровья Всем счастья Хорошего настроения Всего доброго До свидания До свидания До свидания До свидания До свидания